Вот так под мотивы русских народных песен открывают долгожданный музей. Идея создать в нашем городе экспозицию, посвященную Владимирской Вишне, вынашивалась не один год. Но делать выставку временной не хотели из принципа. И вот в кратчайшие сроки администрации удалось найти здание, сделать здесь капитальный ремонт и собрать тематическую экспозицию. Это долгожданный, наверное, дитя нашего ренессанс-проекта Владимирская Вишня. Он длится уже несколько лет, вы все свидетели этого проекта. Начинался он просто из мероприятий событийных, потом перерос уже в совершенно уникальный проект. И вот, наконец-то, этот проект обрел свой дом. Это музей Вишни, арт-пространство. Уникальность состоит в том, что музей Вишни, он только один в Нижегородской области. И мы постарались отойти от общих таких признанных норм и объединить здесь и историю, и художников, и живопись. И рассказать о том, что уже есть во Владимире, и что этот бренд не новый, а мы лишь восстанавливаем старые традиции. Всего здесь четыре выставочных зала. Первый посвящен истории Владимирской Вишни. Здесь разместили раритетные фотографии Владимира и ценные экспонаты. Например, инструменты и сопутствующие материалы, которые использовались при сборе Вишни. Этим граблям порядка 200 лет. Выполнен инструмент без единого гвоздя, специально, чтобы при сборе не повредить ценную ягоду. Специалисты рассказывают, сотни лет назад наш край был буквально усыпан Вишней. Мы занимали первое место по количеству Вишневых садов. Самые знаменитые сорта произрастали в Патриарших садах. Со временем регион начал сдавать позиции. В Советском Союзе объемы урожая сократились в разы. Сейчас в Патриарших пытаются вновь воссоздать тот самый легендарный Вишневый сад. В этом году сотрудники посадили самый элитный сорт Владимирской Вишни – Васильевска. Она зацветет только через 8 лет. И урожай будет через 8 лет. Это я говорю про Васильевскую Вишню. Самую ценную царскую ягоду, которую подавали только к столу царям, патриархам, ну и знатным гостям. Напомнить о тех временах как раз и призван Музей Вишни. И это не просто выставка. Само здание называют арт-пространством. Два зала отданы здесь под картинную галерею. Сейчас здесь размещены картины художников, в том числе Владимирских. Тематика всех произведений связана с Вишней. Сердце выставки – картина Сальвадора Дали. Ее предоставил из личной коллекции главный инвестор проекта Сэм Сарабикян. Бизнесмен и художник в одном лице. Он согласился вложить деньги в музей только с одним условием – создание в доме выставочных залов для начинающих художников. Художники смогут выставляться, молодые художники, которые до этого не имели возможности выставиться на каких-то арт-площадках, смогут у нас выставиться и показать себя не только местным жителям, но также и туристам, что немаловажно для развития. Организаторы обещают, здесь будет интересно как молодым людям, так и в возрасте. Помимо выставок здесь регулярно будут проводиться мастер-классы, концертные мероприятия. А еще здесь можно будет просто отвлечься от будничной суеты и отведать напитки и сладости, приготовленные, конечно же, из Владимирской вишни. Ирина Шульга, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».